Я гоняю довольно много, я гоняю 10 килограмм. Теплые чувства к этому человеку, Геннадию Юрьевичу Машьянову. И в итоге я договорилась с девушкой с ресепшн, которая у меня заплела косички. Геннадию Юрьевич бы одобрил Сирил Ганна. В разное время Дарья Железнякова училась драться у тренеров Дмитрия Бивола и Франсиса Нгану. А сегодня провела свой первый бой в UFC. Меня зовут Вадим Тихомиров и это интервью с Дарьей я записал незадолго до этого боя. Но мы почти не говорили ни о подготовке, ни о сопернице. Скорее обсуждали некоторые факты из биографии российской спортсменки. Так что уверен, оно будет интересно и сейчас. Поэтому всем приятного просмотра и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Чаще всего мы говорим с мужчинами-бойцами. И вот в эти дни они уже порядком изможденные, с палыми щеками. И, в общем-то, готовы всегда раскатать с точностью до граммов, сколько уходит, сколько должно уйти и как они поедят, когда встанут на весы. Как у вас сейчас выглядят дни? Весогонка у меня началась еще два месяца назад. Я гоняю довольно много. Я гоняю 10 килограмм. Для девочки это достаточно много. Ну, для мира ММА это неудивительно, но в целом это немало. Соответственно, я начала скидывать вес за два месяца. То есть у меня началась диета. Вес медленно снижался у меня. И последние дни почему-то непонятным причинам он у меня поднялся. Поэтому мы чуть раньше сократили углеводы. Вот сейчас так получилось, что мой вес меньше, чем нужно. Вчера я приходила в гости на консультацию в институт UFCP. Я лично поговорила с нашим русским ученым Романом Фомином. Да, мне было безумно приятно с ним познакомиться. Я поняла, что, конечно, тут уровень совершенно другой. Мне рассказали, что как и должно быть. Я что-то делала немножечко неправильно. То есть мне было безумно интересно. Мне обещали, что меня снабдят всем нужным. Это сауной и также едой. Все необходимое сауной. Да, да, все необходимое получается. И еду начинают выдавать с Fight Week, то есть с завтрашнего дня. Я вчера приходила в институт UFCP для консультации. Мне все равно дали вместо обеда. Приготовили какой-то смузи безумно вкусный. Очень со вкусом какой-то там арахисовой пасты. Было прекрасно. Дали с собой еще еду. Ну, в общем, я довольна. Исключительно как у спортсменки у вас спрашиваю. А сколько сейчас везете? Дело в том, что весы немножечко у меня... Я не уверена, что они правильно показывают, но вчера была по моим весам 63 300. То есть это, да, это очень маленький вес на самом деле. Вот. А вчера я пришла в институт UFCP и взвесилась. И мне показалось 149 фунтов. Ну да, переводите. Ну да, я потом переведу. Скажите, а вы консультируетесь с врачами, например? Узнаете ли вы как-то именно для женского здоровья, может сказаться? Обязательно. Обязательно. Я скажу, что, во-первых, у меня сейчас вел хороший диетолог Шамиль Сульманов. В принципе, я ему доверяю. И плюс, конечно, я брала какие-то консультации у врача. Потому что, в принципе, история висогонки, она немножечко не про здоровье. Это про ущерб к твоему здоровью. Это не очень хорошо. И, соответственно, лучше, я думаю, что консультироваться с врачами, чтобы минимизировать вот эти потери. И я считаю, что очень важно знать особенности своего организма и восполнять это микроэлементами какими-то. Вот. И опять же, одна висогонка для одного спортсмена хорошо подходит, а для другого просто по каким-то причинам и по особенностям может не подходить. Я сейчас готовился и прочитал три ваших интервью. Что мне показалось странным, вы везде говорите, что вы работаете с Фернандом Лопесом, но практически нигде почему-то не указывается. А как вы начали работать? Это же все-таки не самая популярная связка, а вот этот известный французский менеджер-тренер. Меня подписали раньше, скажем так, дебютировала я в французской лиге Арис. В мае, получается, кажется, два года назад. Это был для меня очень большой бой. Я встретилась с Ляной Джоджей. Я тогда была совсем безызвестная. А Ляну Джоджи, понятно, что все знают. И немногие люди, в принципе, верили в меня. Я ее разнесла в ухо прав по этому бою. И я так понимаю, что для самого Фернанда Лопесом, наверное, это был сюрприз какой-то. И он меня сразу подписал и стал моим менеджером на уровне международном. Потому что я считаю, что важно иметь российского менеджера и далее человек, который дальше тебя будет вести и продвигать уже где-то на международном уровне. И в дальнейшем, скажем так, я дралась в лиге Арис. Я провела три боя. Фернанда Лопес занимался моей менеджерской карьерой. И в дальнейшем так получилось, что я сменила команду предыдущую, поменяла залы. И Фернанда Лопес меня пригласил во Францию. И я начала прям работу как с тренером, получается, чуть больше года назад, год и два месяца. Вот вы провели бой Варес, тот, после которого он на вас обратил внимание. Как чисто на коммуникативном уровне это произошло? То есть Фернанда написал вашему менеджеру на тот момент? Лично вам сумел объяснить, что он бы стал вести ваши дела? Я думаю, что Фернанда просто смотрит на перспективных спортсменов и подписывает, как бы, с точки зрения логики. А на тот момент, я понимаю, про что вы спрашиваете, и на тот момент общался с ним мой предыдущий российский менеджер. А в дальнейшем, ну, там было много моментов, конечно, уже лично я сама с ним выходила на связь, и строила диалог, строила общение. Вот, потому что я искала перспективы для личного развития. Хабиб говорил, что когда ему прислали первый его контракт с UFC, они пошли его распечатывать в 5 утра в Махачкале. А вот вы помните свое состояние, когда Фернанд вам сообщил, что пришел контракт? Слезы радости и счастья, что это не шутка. И точно меня подписали в UFC. Вот мои эмоции. Конечно, переводили, сидели там с английского, все. Я не верила своему счастью. Мне казалось, это не со мной происходит. Как-то так. А вы в Париже, да, были в этот момент? Нет, в этот момент я уже вернулась из Парижа. После боя в апреле это было, кажется, это было начало июня. Мне Фернанда Лопеса в описании сообщил по видеосвязи в WhatsApp, и потом уже онлайн писал, Комбрат. Самый жесткий, мне кажется, вопрос в этом списке. А что вам больше нравится, Париж или Санкт-Петербург? Ну, конечно, Санкт-Петербург – это мой родной город. Вот это вне конкуренции, потому что Санкт-Петербург в сердце. А Париж тоже чудесный, прекрасный. И, знаете, я постоянно сравниваю Петербург с Парижем. Они очень похожи. Безумно похожи, да. Да, в обоих городах очень много архитектуры, очень много всего схожего. Люди там какие-то, ну, относительно схожие. Все нравится. Вы в одном интервью вскользь сказали, что вы тренировались с Дмитрием Биволом. А, как я понял, это из-за того, что вы у одного тренера начинали боксом заниматься у Машьянова? Да, я тренировалась в какой-то период времени у Геннадия Юрьевича Машьянова. Я точно не помню, какой это был год. Дима Бивол закончил любительскую карьеру, и у него были вот этот первый профессиональный бой, второй, третий, когда его еще никто не знал. И я в этот момент находилась в зале с Геннадием Юрьевичем Машьяновым и тренировалась под его руководством. У нас было, не помню, человек, наверное, опять еще Сергей Кузьмин, еще Зураб Квец, сын был. Ну, не особо много народу. Вот, я помню моменты были, когда мне нужно было ехать. Ну, во-первых, изначально мне Геннадий Юрьевич всегда говорил, Даша, что самое классное, что есть в спорте, это профессиональный спорт. Он меня готовил к профессиональному боксу. Говорил, что твоя любительская карьера в боксе, это, говорит, так, просто для опыта. И в тот момент я помню, что Геннадию Юрьевичу приходилось выбирать. Либо я еду, либо он ехал с Димой Бивовым куда-то на сборы, на любительские бои, либо со мной поехать на чемпионат России. Ну, и, конечно, Геннадий Юрьевич Машьянов выбирал всегда Диму Бивова. Вот, наверное, он действительно хотел со мной заниматься. Вот, но по истечении какого-то срока времени он понял, что у него нет на меня времени. И как-то мы так мягко, мы немножечко разошлись. У вас сейчас есть связка, удар, сайдстеп, что-то еще, которое именно он ставил и именно он закладывал? Ну, передняя ручка. Геннадий Юрьевич Машьянов и челнок. Работа на ногах всегда в моем сердце. Это от него, да, прям? Я сейчас очень сильно полюбила этого тренера. Мы сейчас уже, наше общение подугасло. Ну, наверное, год назад мы еще созванивались. Я его днем рождения поздравлял, а он меня поздравлял. Но у меня очень искренние и теплые чувства к этому человеку, Геннадию Юрьевичу Машьянову. Он очень классный. От девушек-бойцов всегда слышишь какую-то свою историю, кто и как им укладывает волосы перед боем. Вот что вы будете делать с вашей отличной прической в день боя? Вы про косички говорите, да? Да, да, да. Вот что с ними, кто их заплетает? Как вы будете решать? Ну, в прошлый раз, допустим, как было в Париже, получается то, что я рассчитывала на салон красоты, который мне никогда не отказывал в прическе. И, получается, в апреле почему-то у них не было для меня места. Я не знаю, почему именно. Не будем вдаваться в подробности. Была ситуация, да. У меня бой. Выезжать уже, получается, нужно было где-то в 5-6 вечера. Волосы не убраны. Я сижу в отеле. Со мной только парни. Я не знаю, что делать. И в итоге я договорилась с девушкой с ресепшена, которая у меня заплела косички. А сейчас что думаете? Решили ситуацию. А сейчас у меня тут есть знакомые. Ну, возможно, Фернан Лопес этим будет заниматься, конечно. Хотя я сомневаюсь. Ну, на всякий случай. Между прочим, у него две дочки есть. Поэтому, возможно, есть опыт. А так, вообще, тут, получается, есть еще друг моего бывшего тренера. Мне помогает тут. И уже договариваемся о том, что у меня в салоне запледут косички. Поэтому я думаю, что это не будет проблемой. Фернан Лопес очень часто дает интервью нашим коллегам. И видно, что это там тренер очень-очень серьезной тактики. Насколько там вы это чувствуете, когда готовитесь к боям? Есть ли такое, что сейчас он там вам супер детально распланировал, как драться? Вот буквально вчера была тренировка у нас такая подводящая первый раз в институте UFC. Ну, он мне хорошо все разложил, четко и ясно. Какие-то мои моменты, детали. У меня все нравится, мне все устраивает. Вы говорили моим коллегам, что видели на тренировках Сирила Гана, при условии, что совершенно другой вес, другой стиль и так далее. А вот получилось что-то там, например, взять или подсмотреть из того, как он работает? Или исключительно просто смогли понаблюдать? Ну, меня, в принципе, восхищает. Это никакого отношения к вопросу не имеет. Скорость Сирила Гана. Скорость, то, что он такой огромный, здоровый. Обычно же тяжеловес, а не тяжело, а не тяжело двигается. Он двигается, как пушинка. Ну, наверное, нравится то, что он, в принципе, двигается на челночке. Как говорил Геннадий Юрьевич Пашьянов, все движение всегда с ног и передняя ручка решается. Геннадий Юрьевич бы одобрил стиль Сирила Гана. Геннадий Юрьевич бы одобрил Сирила Гана. Ну, что-то есть, да. Что-то в этом есть. В принципе, знаете, вот я хотела, знаете, такую связь рассказать. Мне кажется, что Ферман Лопус чем-то похож с Геннадий Юрьевичем Пашьяновым. То есть они, в принципе, считают то, что нужно, в первую очередь, думать о здоровье во время поединка. И лучше ни разу не пропустить и попасть один раз. Вот эту фразу мне говорил первый раз Геннадий Юрьевич Пашьянов. Как я помню, он говорил, даже нужно всегда с умом относиться. И так же Лопус считается. Нужно всегда с умом подходить к поединку. Лучше ты там один раз ни разу не пропустишь, а один раз нанесешь, чем вы будете там драться. И в итоге лицо будет побитое, и голова будет обвитая. То, что это не очень хорошо. Несмотря на то, что такое вид спорта, они так же считают. Дэйна Уайт когда-то подколол Флойда Мэйвезера. Он сказал, что Рондо Роузи его побьет. Флойда Мэйвезера, потому что он не знает грэплинг, не знает приемов и так далее. А как вы думаете, если будет мужчина-боксер, но вашего веса? Как бы закончился ваш поединок? Ну, знаете, я, наверное, все-таки считаю, что физика решает. Все-таки у мужчин физиология немножко другая. Максимализм – это очень круто. Но если мы возьмем, допустим, какого-то парня уровня фитнеса, я могу его выиграть на уровне... Вы имеете в виду по ММА или по боксу? По ММА, да. Ну, хорошо. Если мы возьмем уровня класса ниже меня, то я смогу его выиграть. Если этот парень также тренируется, он априори будет меня сильнее, потому что он мужчина. У него тестостерон. Если я не ошибаюсь, в правиле 12 раз больше, потому что о чем тут говорить? Мужчина все равно сильнее. От лица мужчин спасибо вам за такой комплимент. Удачного вам боя, Дарья. Надеюсь, что это будет хорошо. Приятно было познакомиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.